Ну что такое сценарий? Сценарий это то, что повторяется. Ну, ладно. Давайте немножко поисследуем. В общем, да. Если свобода от сценария есть, то крепкая семья возможно. А только тогда и возможно крепкая семья. Это ваш страх говорит, не избавляйся. Ты пойдешь во все тяжкие, ты начнешь, соответственно, по наклонной скатишься там. Ведь, смотрите, друзья, очень внимательно сейчас услышите, почему каждый из вас, каждый из вас постарается всеми силами удержать свой сценарий. Почему? Внимание. Потому что тогда, когда происходила закладка этого сценария, а это самые первые месяцы, годы вашей жизни, и даже внутриутробный период, вот тогда происходит закладка сценария, и тогда, с точки зрения вас, вашего бессознательного, соответствие предлагаемым отношениям равно выживание. Для ребенка эволюционная задача, главная природная задача, чтобы выжить, важно слушать, вынимать и соответствовать родителям. В результате, вот эти сценарные установки для ребенка становятся равно, это главное условие, это главное условие, почему меня любят, принимают и, в общем-то, еще не бросили. И тогда ребенок бессознательно будет стремиться их сохранить, удержать всеми силами. Потому что иначе, вот страх. Иначе страх, что, а что ж там начнется? Ну и мозг, конечно, придумает, что там начнется, но самое главное, страх, ребенок не отдаст. Не отдаст эти сценарии, потому что это условие, по которому мы тебя вообще принимаем. Да ты, посмотри на себя, ты дворник же, вот он вылитый, ты будешь дворником. Вот так, как ты относишься к заправлению постели, тебе ничего не светит. И вот эти все вот установочки, я сейчас банально, я про установки говорю, они, ребенок их впитывает, он, я такой. Это значит я. Я такой балбес. Но это условие, по которому я здесь нахожусь. И тогда сохранение сценария, удержание его неизменным, является таким очень важным моментом, по которому бессознательно замеряет комфорт дискомфорта. В общем, все, что соответствует сценарию, комфорт. Все, что не соответствует сценарию, дискомфорт. В общем-то, понятно. Мой муж меня пытается подавить. Ален, ну, все просто. Если тема сценариев, скажите, пожалуйста, кто с вами так поступал в детстве? И как вы чувствовали ощущение подавленности? Где и когда? Просто напишите сюда, вот в чат. Игроки считают, если партнеры очень похожи характерами, что за отношения у них будут? Вот, ладно, давайте так, немножко разбавим наше похихикивание и разговоры. У вас у каждого есть свои отношения. У каждого, да? У каждой. Сейчас. Я прошу, пожалуйста, я сейчас буду говорить, а вы просто себе там отмечаете цифрками внутри. Я буду спрашивать вас, пожалуйста, скажите мне. В процентном соотношении. Вот, представьте своего партнера или партнершу, если здесь есть мужчины, не видел. Значит, представьте своего партнера и вот ощущениями почувствуйте, насколько я удовлетворена эмоциональной составляющей наших отношений. Эмоциональной составляющей, составляющей наших отношений. Просто вот от балды цифру, интуитивно, вот где-то я там ощущаю вот здесь. Ну, можно не писать. Это вот прям для себя, вы потом, общий результат. Эмоциональный аспект отношений. Хорошо. Дальше. Насколько я чувствую удовлетворенный себя в интеллектуальном аспекте отношений. Интеллектуально это значит, есть ли у нас общие темы, но есть ли у нас общее мировоззрение, говорим мы о чем-то важном друг к другу, обсуждаем ли мы там, я не знаю, политику или сериалы, говорим ли мы там о каких-то важных там новинках, достижениях, мир, человечество там и так далее, и так далее. Если нет партнера, представьте своего партнера идеального. Попробуйте вы представить идеального партнера. Я говорю, можете писать, можете не писать, вот в интеллектуальной сфере. В эмоциональной сфере сначала было, потом в интеллектуальной сфере. А теперь я попрошу, пожалуйста, представить, насколько я ощущаю удовлетворенность в сексуальной сфере. Можно добавить креативно-сексуальной, но вот это путь похожей энергии, творчества и секс. Вот оставим только сексуальный аспект. Насколько я ощущаю, я субъективно ощущаю удовлетворенность со своим партнером вот в этой теме. Насколько я чувствую удовлетворенность. Секс – это секс. Ну, как и что говорить про секс. Это близость, это сексуальность, это открытость, проявление чувств. Это умение удовлетворить себя, свои потребности, собственно, сделать счастливым, в первую очередь, себя, потом партнера. Вот. И так далее, и так далее. Отлично. И последний вопрос. Насколько я чувствую себя удовлетворенной в материальном плане наших отношений? Ну, такие четыре критерия. Материальный план отношений – это насколько у нас распределены обязанности, кто отвечает за бабки, кто за мытье посуды, кто формирует быт, как он у нас устроен. То есть это материальный аспект отношений. Это не только деньги, это еще и организация пространства, совместного проживания, распределение обязанностей. Это вот материальный аспект отношений. Пожалуйста. Посмотрите. Вот. Соответственно, что... Вот вы сейчас какие-то цифры там у себя получили. Во-первых, что вы можете с этими цифрками сделать? Понять, провести такой микроанализ того, что, в общем-то, происходит сейчас у меня в отношении, где я испытываю такую общую точку неудовлетворенности. Дальше. А теперь уже интереснее. А теперь ответьте себе на вопрос. В той точке, в той точке, где я испытываю меньше всего удовлетворенности, в этой точке, там у кого-то эмоциональный, у кого-то секс, у кого-то материальный, у кого-то, там, собственно, не ментальное, а вот... Как я бы выразился до этого, вот это имеется в виду. Там у меня, соответственно, какой-то дефицит. Дефицит у меня. Пожалуйста. Ответьте-ка себе на вопрос. Если у меня этот дефицит формируется, чего я там себе не даю? Я не он, а я, чего я там себе не даю, чего я там себе запрещаю, и какие у меня там могут быть убеждения мои, которые, в общем-то, мне не дают там эту штуку поднять. И там, в общем-то, вы можете обнаружить интересные сценарные моменты. А что вот там, по вашему сценарию, да вы, соответственно, сразу сейчас посмотрите назад в прошлое, как этот дефицит реализовывался в вашей семье. Был ли он в вашей семье? В общем-то, по дефицитам можно понять, по дефицитам можно понять наличие по дефицитному кусочку. Да, вот я сейчас попросил вас четыре аспекта выделить. Найдите самое, по вашим ощущениям, дефицитное место. И еще раз повторяю, посмотрите, ответьте на вопрос, что я там, сама себе могу не разрешать. Запрещайте, какие убеждения и установки могут мне не давать. Не умничайте. Не умничайте, ага. Что я там себе, в общем-то, запрещаю? И такие тихонечко раз, посмотрите-ка в свою семью, в свое прошлое. Как этот дефицит, в общем-то, там обстоял родитель. Откуда вы взяли этот дефицитик в ваших отношениях? Вот. Ой, прям мама с папой здесь так же, но я работаю над этим. Ха-ха-ха-ха. Анна Ивелова, вот не умничай, а у партнера так же дефицит? Друзья, не думайте за партнера. Знаете, счастливая семья может быть даже там, где вот, а она дурочка дурочкой. Но она может, например, ну, скажем так, накануне темы про сексуальность можно быть немножко фривольным. Например, она просто делает шикарный минет. Но, а больше-больше ничего не умеет. А он очень богатый, состоятельный человек, но она умеет готовить борщ, как его мама. И, в общем-то, ему от нее даже секса не надо. В общем-то, по большому счету вообще не надо секса. Ей нужны его деньги, а у него их полно, а от нее ей нужен борщ. И вот эта семья может быть счастливой. Потому что каждый из них вот как-то закрыли свой дефицит. И нету каких-то норм и правил, как договорились. И это я к тому сейчас, что вы говорите. А у партнера такой же дефицит. А партнер может вообще в кайфе быть. Партнер-то может устроиться, как сыр в масле кататься. Особенно если жена из позиции жертвы с ним живет, чувство вины, то она на себя все тянет, а он, ему-то вообще классно. Ну, он, конечно, глубоко, если там где-то в глубине несчастлив, но он может даже что-то не осознавать. Повторите вопросы еще раз, пожалуйста. Сейчас повторю. Стопроцентное попадание про маму с папой. До мужа дефицита не было. А с мужем так, как не было вообще ни с кем. Если расшифруете, будет очень интересно. Вы завуалировали. Мама всегда считала отчиму глупым. У меня дефицит интеллектуальной сферы. Помните, вы, мы вынуждены повторять, сами того не замечая, когда будете разбирать свой сценарий, пытаться понять, не ищите каких-то сложностей. Просто спросите себя, что из прошлого я повторяю, но ощущения, состояние, которое я испытываю с людьми, какие состояния я повторяю. Ну, либо свои, либо мамины. Ну, скорее всего, конечно, и мамины свои, это одно и то же, там, мамины, папины. Да, действительно, был актуальный дефицит у родителей, и мужа так же. Тем не знаю, вопрос девушки до сих пор, интимные отношения только начались, сразу с ее стороны очень большой интерес к БДСМ. Что только не приобрела, молодой человек немного в шоке. Это что, отклонение психи? Я нарушу тему, не знаю, вопрос девушки, 21 год, интимные отношения начались, сразу с ее стороны, очень большой интерес к БДСМ. Что только не прелала, молодой человек немного в шоке. Это что, отклонение в психи? Ну, это вот вопрос вкусов вообще-то граница отклонений отклонение это там где кто-то рядом страдает не по собственному желанию в общем то судя по вашему комментарию молодой человек немного в шоке так тема отношений серьезная серьезная тема машине всего меняем лицо вот тема отношений но и в точку да и в общем то друзья я только что привел пример вот как договорились может быть она умеет борщ еще готовить может быть найдут в этом общий язык а вот как договорились так и будет счастье нету нет общей формулы вот в общем проверили да кто то ну я вижу что вы как-то поделились я это вот маленький такое маленько диагностическое упражнение которое позволит вам понять одну простую вещь кто-то тут спрашивал повторите вопрос смотрите вы находите и ментальную интеллектуальную материальную и это интеллектуальную сексуальную эмоциональную и материальную сферы смотрите где у вас дефицит ваша общая удовлетворенность ощущениями и . где максимальный дефицит это неспроста и соответственно вы себе задаете вопрос блин что я там себе запрещаю почему я не позволяю себе поднять это ощущение дефицита до ста процентов ну чтобы к удовлетворенности не винить им партнера не надо спросите чё я себе запрещаю и тем самым найдете и тем самым найдете внушение убеждения которые могут за этим скрываться и после этого смотрите в прошлое и в прошлое смысле в свою семью и смотрите блин откуда я это взяла эти убеждения внушения почему я себе не даю пока как это было у моих родителей в общем то все кто писал они обнаружили вот эту штуку вот так примерно ограничивают нашу наш кайф вот опыт наших сценариев